Привет, друзья! Классный огурчик, да? Ну, сейчас к делу перейдём. Это мне Саша Полилов и Олечка привезли. Олечка сама их готовит, да. И мне иногда привозят, когда они уже засоленные. Прекрасные огурчики. А я смотрю, у Саши Полилова, у моего друга. Он профессор, и он преподает в очень большом институте академии наук, в институте машиноведения, там, со студентами тоже работает очень много. Ну, смотрю, я вон без маски, а Олечка в маске. Но я и говорю, слушайте, вот дела. Напиши, Саша, говорю, стихотворение. Он такие стихи пишет, а он при этом профессор, доктор технических наук. Напиши, говорю, стихотворение. Как же живут муж и жена, как же любимые спят между собой. В этом и без этого. Да, напиши такое стихотворение. Ну, как это интересно, и вдруг я вспоминаю, как Христос сказал. Не мир принёс я вам, но меч. Да, имеется в виду, разделю мужа и жену, домашних между собой. Имеется в виду, новознание принёс. Я мир принёс вам новый через разумение. Кто-то поймёт, кто-то не поймёт. Что, собственно говоря, Христос тогда, христианство внедрялось в нас. Ну, потому что была древняя религия. Там, Моисей, который проповедовал в своё время о том, что и тот, и другой говорили о любви ближнего. Только для Моисея были ближние его ближние. А для Христа ближние всякие. Все. Ну, вот это новое пошло, и поэтому оно, мир, захватило, что ближние – это всякие. Это же человечнее. Потом пошёл ислам. Ну, там есть ещё детали такие важные. Вот вы смотрите тоже канал «Право ТВ», где я там, психолог и врач, веду программу, программу эту, руберки «Медицинный право». Да, я вам хочу сказать. Вот смотрите, танцовщица моя. Каждый день меняется. Каждый день меняется, потому что я сказал в своё время, счастье – это быть собой. Но высшее счастье – быть собой и вместе, в коллективном творчестве. А мы же создаём науку человечества, когда для нас ближний каждый. Каждый ближний – ты сам себе творец, ты можешь творить, снимая шаблоны мышления, отвергая все авторитеты в момент разумного мышления, как учил Альтшуллер, создатель Триза, как он учил изобретателей иметь состояние творца. Никаких страхов, никаких комплексов, убрать эго. Так также говорил и Будда. Он же говорил, что такое нирвана. Нирвана – это событие, когда нет страхов, комплексов, стереотипов, подражания авторитетам этим. Когда ты в состоянии свободного сознания. Да, ну мы обучаемся этому через ноль проходить, через подбор синхронизирующих действий, мы знаем критерии. Вот я посмотрел архив. Это очень интересно. Смотрите, моя картина. Старая, старая. А вот трудно здесь понять, она стоит или она лежит на холме и смотрит на Луну. Правда, да? Интересно. Интересно. И вот теперь я в архиве нашел. А мы же так по-человечески общаемся. Я вам все рассказываю, показываю. Посмотрите, видите? Когда я работал в Нижегородской области профессором кафедры здоровья, сбережения, института развития, образования, я ездил по всем весям там, там огромные территории. И вот зима, я стою, я там снег щупал в этот момент. А потом мне сфотографировали, получилось, что задумался или молится. Непонятно, что там делается. На самом деле задумался. Вот это состояние задумчивости, в глубоком погружении, погружение в состояние задумчивости, и ты выходишь на состояние нуля, когда мысли текут, а эмоции уже их не сопровождают. И теперь я перехожу к делу. Я хочу сказать, что же это такое. Вот теперь послушайте. У меня есть там новая модель работы мозга. И в сайте Стрессу, если вы там поищите в меню о методе ключ, и в сайте ХСРУ. И вообще, я очень часто упоминаю об этом на YouTube-канале, кто не подписан, посмотрите там, подпишитесь, чтобы найти, чтобы вам объявления приходили, потому что у нас в субботу будет бесплатный ликбез. Зумы приготовьте, чтобы задавать там вопросы. и получать развернутые ответы. И вот, вы знаете, я вам сейчас скажу, в новой модели работы мозга есть состояние нуля. Это состояние, не состояние бодрствования, не состояние транса с одной доминантой, не состояние сна, не состояние сна со сновидениями, а переходное промежуточное между ними нулевое состояние, которое и позволяет человеку переходить из бодрствования в сон, в транс, ну и так далее, как зима, осень, весна, лето, смена времен года. Всю жизнь мы находимся в этих состояниях, не замечая даже иногда этого. А когда мы принципом подбора путем перебора, подбираем себе приемы, синхронные с нашим состоянием, мы развиваем креативное мышление, и мы там занимаемся разгрузкой. Когда мы выходим на состояние нуля, когда мысли текут как облака, ничего не задевая, а иногда в этот момент и мыслей уже больше нет, и это называется современным научным словом, психологическим, дефолт работы моза, ну да, да, это состояние такой глубинной безмятежности. Глубинная безмятежность, в которой ты начинаешь себя осознавать, и ты начинаешь понимать, чего ты хочешь, как этого достичь, наиболее простым, доступным для тебя способом, своим путем, в зависимости от своего характера, своей личности, конституции, своих привычек, как ты к этому можешь быстрее прийти к достижению своей мечты. Так вот, недавно я получил письмо, так меня обрадовало, вот я, говорит, смотрел ваш, говорит, вебинар старый о самоидентификации, самоидентификации, он так мне понравился, и я считаю, говорит, что вы такого уровня, как все духовные учителя, но меня это тронуло, конечно, я всегда готов дружить и выслушивать комплименты, ну, кому не понравится, когда вас хвалят, но я привык к этому, честно говоря, потому что я, ну, мне уже 70 лет, я много раз был на волнах славы, про меня писали все газеты, книг про меня не одна написана, а моих книг 20 только. Но вопрос заключается вот чем. Дело в том, что в состоянии мозга, вот это интересно, внимание теперь, две половины мозга располовиниваются функционально, образно говоря, и опять соединяются, опять располовиниваются, это ноль, связи разъединяются, а потом опять соединяются, разъединяются, соединяются, разъединяются, соединяются. Вот это происходит. Когда мы, допустим, какую-то задачу решаем, очень сосредоточенно, и погружаемся в сон, погружаемся в сон, то у нас момент дрейфа между сном и бодрствованием, вот этот дрейф, там это и происходит, разъединение, соединение, разъединение, соединение, и мы засыпаем. Вот это разъединение, соединение, разъединение, очень важный момент, потому что, помните, вот это у бабушки была швейная машинка, как она строчку прострачивает, да, строчку прострачивает, И вот там у нас в мозге тоже так происходит, обработка информации. То есть вы о чём-то думаете сосредоточенно, а в этот момент мозг разъединяется, соединяется, разъединяется, соединяется. И ваш бессознательный весь опыт, все ваши архивы, которые я вам показываю, все ваши архивы, всё, что вы когда слышали, когда кто-то вам говорил, какие книги вы читали, все ваши архивы внутри вашего мозга, вот ваша задача, вы её решаете сосредоточенно, засыпая. И в этот момент разъединение, разъединение, соединение, разъединение, соединение, и этим самым, когда происходит разъединение, прежние установки, прежние комплексы, стереотипы, они уходят. Нулевой там момент возникает, который по существу обеспечивает в новом соединении уже большую свободу отношений, чем было раньше. То есть по существу вот машинка, бабушка строчит строчку, а мозг так обрабатывает информацию, отсоединяя, соединяя, отсоединяя, соединяяя в направлении решаемой задачи весь ваш архив, весь ваш опыт. Это на бессознательном уровне происходит. А в этот момент, оказывается, когда вы засыпаете, вот когда вы засыпаете, глазки начинают трепетать. Это вот как раз таки признак того, что там происходит соединение, разъединение, соединение, разъединение. И так происходит обработка информации. Потому что, чтобы создать новое, увидеть новое, надо освободиться от старого. Так вот так обеспечивается свобода сознания. Ну, очень сложно, я вам объяснил. Если что непонятно, напишите там вопросы, я вам объясню. Еще комменты напишите, какие вы хотите. Пишите, пишите. Потому что мы создаем науку человечности, и одновременно я вам рассказываю о том, как работает мозг. Потому что я же специалист в этой области. И мы в конечном счете научимся легко выходить на состояние свободного сознания. От страха комплексов, сериакипов и прочих. От эго. От эго. Когда нет рефлексии. Когда вы постигаете истину, постигаете мир, как говорится, без очков, без черных, розовых, а объективно, сняв очки, и вы заметите, что свет в глазах смотрящего. Да, вы увидите, что мир все-таки очень природно, целесообразно устроен. Пока там не появляется человек, и пока не начинает внедряться своим интеллектом, экспериментировать. То это создает, то это. Кое-что у него вредно получается, кое-что полезно получается, изобретение создает. И если он безответственный, если в нем нету при поиске решений, творческого подхода, то есть через призму общечеловеческих ценностей, то он и создает то, что приходит ко мне. Саша Полилов и Олечка приносят огурчики. Да, она в этом, а он без этого. Да, и не мир принес, и вам на меч, сказал Христос. Да, я вам тоже потом больше расскажу. Потому что именно новое знание, новое понимание вещей разделяет людей. Новое понимание. Вот сейчас мир столкнулся с неизвестностью, и в голове у всех такой бардак. Столько фейков, столько страхов, столько комплексов, сериотипов, самоутверждений. А нам надо освободиться. И мы вместе создаем науку человечности. Да, что человек – это любовь, что человек – это творец, что человек – сопереживающий, сотрудничающийся и созидающий. До встречи, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!